Продолжение следует... 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 Если неизвестно, тогда это патовая ситуация, безвыходная, тогда оба должны дать ей разводное письмо, потому что мы не знаем, где-то ошибка, кто-то не ее муж, а кто-то ее муж, поэтому на всякий случай пишем оба разводное письмо, либо по договоренности один может дать разводное письмо, а другой может с ней сыграть свадьбу. То же самое, если женщина сама назначает себе шалеха и говорит, иди примени для меня кедушин, и тот бедный пошел с его кольцом, пошел принимать кедушин от кого-то, а сама развернулась и взяла кедушин от другого. Если ее кедушин, которую она взяла, опередил шалеха, то тогда она замужем за того, у кого взяла кедушин, шалех не успел. Как мы объяснили, она таким действием отменяет свое послание, она противоречит тому, что только что сделала. Поэтому это автоматически отменяется посланник, он силы больше не имеет, она становится женой того, у кого взяла кедушин. Но если шалех опередил, кедушав кедушин, тогда его кедушин кедушин, а ее кедушин ничего не имеет силы. Но опять-таки, если неизвестно, кто был первый, тогда она доигралась, и нужно, чтобы оба давали разводное письмо. А вот еще одна мечта, которая говорит про то, насколько мы верим отцу касательно родословной его детей. Кстати, у нас уже была такая очень похожая мечта. То есть вдруг отец начинает говорить, какие-то признания, да, говорить, а ты знаешь, сынок, а ты у меня, оказывается, да, как в этой знаменитой истории. Есть такая история про одного человека, который попал в ужасно безвыходную ситуацию, он, да, это был Коэн, у него была жена, любили друг друга, все замечательно, 10 лет живут вместе, нет детей. А мы знаем, что закон говорит, что как бы, ну, надо разводиться, а они не хотят любить друг друга, еще год вместе, нет детей, еще год вместе, нет детей. Она говорит, нет, так продолжаться не может. И они с таким грузом просто, да, они разводятся, расстаются, такая история удивительная. И буквально через три месяца она приходит, говорит ему, я беременна от тебя. А они развелись. А непонятно было, она говорит, я беременна, наконец-то у вас будет ребенок, а пожениться нельзя, он Коэн. И это просто на весь Израиль, они ходят ко всем раввинам, ко всем главным поколениям, бесполезно. Раввины ломают голову, ну, никак, ну, никак нельзя, очень жаль, очень обидно, очень больно, но вы не можете пожениться. Да, вот так вот 13 лет ждали детей, развелись, на следующий месяц выяснилось, что она беременна, а все, пожениться нельзя. И он, бедный, в безвыходности идет в главе поколения, и тот глава поколения говорит ему, сынок, говорит, а ты, говорит, с отцом советовался? А он говорит, а зачем, говорит, что мой папа, говорит, простой человек, я, честно говоря, не видел его уже там больше 10 лет, там, он вообще там, он говорит, ну, такие вещи, надо советоваться с отцом. Он говорит, я не понял, Рав, я у главы поколения, он говорит, нет, нужно советоваться с отцом. Ну, глава поколения сказал, так нужно делать, он поедет в Америку, он увидит отца, отец так рад его увидеть, сынок, сколько лет, туда-сюда, он ему расскажет, папа, такая ситуация, вот я просто в безвыходной ситуации, моя жизнь катастрофа, и отец открывает ему секрет, говорит, сынок, ты должен знать, мы коины, от тебя мы приняли в свою семью, в очень маленьком возрасте, ты на самом деле не коин, ты будешь спокойно на ней жениться, и будьте счастливы. Так вот, сейчас мы будем мишна заниматься тем, что если отец такие признания, то есть как бы уже во взрослом возрасте начинает рассказывать про то, что сын оказывается там не коин, на самом деле там мамзер, на самом деле непонятно, что может сказать про сына. Если человек со своей женой уезжает за море, что называется, уезжает в далекую страну, в Америку, пошел искать путь в Индию, вдруг приходит его жена и его дети, и через какое-то продолжительное время возвращается со своей женой и детьми. и говорит, и шашият саат и мили медината ямарей и зо в элу ванеа. И говорит, смотрите, вы помните, 20 лет назад я уехал с женой. Так вот, я вернулся, чтобы вы знали, это та жена, с которой я уехал, а это дети наши, которые родились у нас там, да, за морем. Никто же не помнит уже, как изменились уже. Такому человеку не нужно доказывать, бить себя в грудь, доказывать ему сейчас, что это действительно та его жена, на которой он женился 20 лет назад, что это те самые дети, которые эта женщина ему родила. Не нужно ему это доказывать. В этом плане у него есть презумпция доверия. Мы верим мужу, что это его жена, которая с ним уехала и которая была проверена уже на момент их свадьбы. И мы, да, не будем задавать вопросы по поводу детей. Есть два объяснения. Первое объяснение, почему мы верим, что дети их. Дети действительно могут быть не их. К тому же они негритята, они тоже непонятно, почему как бы такое он говорит. Но первая причина, что эти дети маленькие, они притянуты к маме, они тянутся к маме. Да, и тогда очевидно, что это их мама. И второе, что женщина не будет молчать, если это не ее дети. То есть как бы женщина очень внимательно относится, когда им навязывают чужие дети. То есть как бы ее дети, это ее дети. Она бы сказала, да, то есть она что-то молчит, говорит, что это прямо ее дети. Хазака, что да, что она говорит правду. Но если вот он возвращается из этой далекой поездки и говорит, чтобы вы знали, помните женщину, которая со мной, мою жену, она уезжала со мной. Так вот она умерла. А это ее дети. Вот тут уже недостаточно. Мы сказали, что все базируется на жене тоже, на его и на жене. А если жены рядом нету, тогда должен доказывать, что это его дети. От этой женщины. Но по поводу самой женщины не надо доказательств. Потому что мы ему верим. У нее была родословная что та женщина, которая с ним уехала, действительно умерла. И мы ее уже проверяли. И как только он докажет, что это действительно ее дети, а рейхэм кшерим, все мы не будем уже подвергать сомнению, а может быть, они там. Нет, все это кошерные дети, сто процентов, да, вопросов у нас уже к нему не будет. И мы не будем... И мы будем... Фаина Бат-Исаак, Лариса Бат-Аврам, Михаил Бен-Исаак, Роза Бат-Моисей, Дина Бат-Лев, Рувин Бат-Аврам, Елизавета Бат-Лев, Маргарита Бат-Лев, Алла Бат-Аврам, Мария Бат-Аврам, Николай Бат-Аврам, Ливхо Бат-Акива, Давид Бен-Хайм Гидария, Татьяна Хайбат-Мая, Алик Давид Бен-Айзек, Анолад Мин-Броха, Менухатам Беганеден. Друзья, вот теперь с таким зарядом святости желаю всем плодотворного, хорошего дня, прощаюсь с вами, всем кольту. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, спасибо, хорошего дня. Счастливо, Денис, счастливо.